Всех приветствую на моем канале. Компания Nissan официально представила новое поколение своего компактного кроссовера Nissan Qashqai. Новинка пришла на смену машине предыдущего поколения, которая выпускалась аж 8 лет. За это время модель претерпела несколько рестайлингов, и вот теперь пришло время для совершенно нового кузова. Новый Nissan Qashqai, так же как и его предшественник, построен на базе платформы CMF. Последняя, однако, была существенно доработана. Габариты кроссовера увеличились незначительно, ведь многие покупатели ценят его как раз за компактность. Прибавка в длину составила 35 мм, колесная база увеличилась на 20 мм, ширина на 32 мм, а высота на 10 мм соответственно. При этом увеличилось как пространство для ног задних пассажиров, так и объем багажного отделения. Последняя стала существенно вместительнее, и теперь вмещает 504 литра, что на 74 литра больше, чем прежде. Внешне новый Nissan Qashqai преобразился очень существенно, хотя и сохранил узнаваемый силуэт своего предшественника. Машина получила новую фирменную Nissan вскоре шотку радиатора. Впрочем, такая уже устанавливалась на Qashqai предыдущего поколения после последних рестайлингов. Передняя оптика стала светодиодной уже в базовом исполнении. При этом она выполнена двухсекционной. Верхняя и нижняя секции соединены между собой перемычкой. Передний бампер стал заметно более граненым. В целом, передок автомобиля схож с сонным у последних поколений Nissan X-Trail и Pathfinder. Сбоку внешний вид нового Qashqai стал более стремительным. Достигнуто это за счет изменения формы боковой оконной линии. Задняя стойка кузова теперь частично окрашена в черный цвет. Сзади новый Nissan Qashqai имеет больше всего сходства со своим предшественником. Форма задних фонарей осталась практически без изменений. Они, естественно, также полностью светодиодные. В топовых исполнениях для нового Qashqai можно будет заказать 20-ти дюймовые колесные диски. На начальном этапе для нового Qashqai будет предлагаться 11 вариантов цветов окраски кузова. При этом будет доступен и двухцветный окрас, при котором крыша автомобиля будет окрашена в контрастный черный цвет. Интерьер нового поколения кроссовера преобразился очень сильно и фактически не имеет ничего общего со своим предшественником. По оформлению он куда ближе к старшему Nissan X-Trail. Инженеры Nissan хорошо поработали над эргономикой салона. Центральные дефлекторы вентиляции теперь расположены ниже. А наверху центральной консоли расположился экран мультимедийной системы планшетного типа. Его диагональ составляет внушительные 9 дюймов. Сама мультимедийная система получила имя Nissan Connect. Она будет поддерживать работу сервисов Apple CarPlay, Android Auto и иметь встроенный Яндекс.Авто. Также мультимедийная система может работать в режиме точки доступа Wi-Fi, раздавая интернет на 7 устройств. У неё будет поддержка интерфейсов Google Assist и Amazon Alexa, позволяющие среди прочего связать машину с умным домом. В целом она полностью аналогична той, что останавливается на старший Nissan X-Trail. Блок климат-контроля остался аналоговым. Выбор режимов автоматической коробки передач теперь выполняется с помощью компактного джойстика на центральном тоннеле. В простых комплектациях новый Nissan Qashqai будет оснащаться обычной аналоговой приборной панелью. Опционально же будет доступен полностью цифровой приборный щиток диагональю 12,3 дюйма. Также для нового Qashqai можно будет заказать проекционный дисплей на 10,8 дюйма. Среди прочей информации водитель сможет выводить на него подсказки, навигационные системы и электронных ассистентов. Как на переднем, так и на заднем ряду появились разъёмы USB-A и USB-C. Опционально для кроссовера будет доступна отделка салона кожей Nappa и передние кресла с функцией массажа. Естественно, всё в порядке и с оснащением автомобиля средствами активной и пассивной безопасности. Помимо полного набора аэрбэгов, включая подушку, расположенную между передним водителем и пассажиром, и препятствующую их сталкиванию между собой при ДТП, кроссовер будет оснащён системами ABS, ESP и адаптивным круиз-контролем. Опционально же будет доступен комплекс систем активной безопасности Nissan ProPilot. Он может распознавать дорожные знаки, притормаживать перед перекрёстками и круговым движением вплоть до полной остановки, а затем самостоятельно начинать движение. Кроме того, у этого комплекса есть функция связи со штатной навигацией и может вести машину самостоятельно в пределах полосы. Также появилась система предотвращения бокового столкновения с препятствиями при маневрировании в стеснённом пространстве, а система автоматического торможения работает в том числе при движении задним ходом. По технической части новый Nissan Qashqai также был существенно доработан. Платформа CMFC, которая лежит в основе автомобиля, получила многочисленные улучшения. Более современные технологии прессования и сварки позволили внедрить в силовую структуру больше лёгких материалов. Передние крылья и капот отныне выполнены из алюминия. Дверь же багажника изготовлена из композитных материалов. В итоге массу кузова удалось сократить на 60 кг, при этом его жёсткость накручения выросла на 41%. Это очень благотворно сказалось как на уровне пассивной безопасности, так и на уровне комфорта. Повысился уровень виброизоляции, а также улучшилась управляемость. В качестве подвесок спереди всё так же используются стойки McPherson. Сзади либо полузависимая балка, либо многорычажка. Многорычажная подвеска положена либо полноприводным версиям нового кроссовера, либо моноприводным, оснащённым топовыми 20-дюймовыми колёсами. Электроусилитель руля был модернизирован для улучшения отклика и большей чёткости в около нулевой зоне. Qashqai, оснащённый системой полного привода, получил модернизированную муфту включения задней оси. Она срабатывает на 0,2 секунды быстрее прежней. Для водителя доступен широкий перечень работы трансмиссии, среди них стандартный, экономичный, спортивный, снежный и внедорожный. На европейском рынке новый Nissan Qashqai получит современные силовые агрегаты. Базовым станет бензиновый турбомотор объёмом 1,33 литра. Данный двигатель получил имя DIGT. Он является разновидностью турбомотора, который устанавливается на наши Arcan, Captur и Duster. От нашего мотора он отличается тем, что соответствует эко-нормам Евро 6D. Кроме того, машина, оснащённая таким мотором, является мягким гибридом. В европейской спецификации для Qashqai он развивает либо 138, либо 156 лошадиных сил. И может сочетаться либо с шестиступенчатой механикой, либо беступенчатым вариатором. При этом вариатор доступен лишь для старшей версии. Также только 156-сильная версия может иметь полный привод. Сама же гибридная система подразумевает наличие стартер-генератора, литий-ионной батареи, системы старт-стоп и рекуперации энергии при торможении. Также у нового Qashqai будет модификация полноценного последовательного гибрида. Такой кроссовер сможет быть лишь переднеприводным. При этом колёса вращаются исключительно электромотором, выдающим 190 лошадиных сил и 330 ньютон-метров. Двигатель же внутреннего сгорания работает в режиме генератора для подзарядки тяговых батарей. В качестве ДВС здесь задействована турбо-четвёрка объёмом 1,5 литра с переменной степенью сжатия и мощностью 157 лошадиных сил. На такой машине существует поддержка режима езды в одну педаль, когда при полном отпускании педали акселератора начинается рекуперативное торможение, достаточное, чтобы плавно остановить автомобиль и параллельно подзарядить тяговые батареи. Педаль тормоза нужно будет задействовать только при интенсивном торможении. В России же новый Qashqai должен получить куда более простую гамму двигателей. Базовым должен стать атмосферный мотор 1,6 на 114 лошадиных сил. Он будет сочетаться либо с шестиступенчатой механикой, либо вариатором. Такой мотор уже предлагался на Qashqai первого поколения. Однако на втором кузове вместо него устанавливался турбомотор объёмом 1,2 литра, от которого в данный момент Nissan решил отказаться. Поэтому максимально простая и доступная версия должна получить именно старый 1,6. Такая машина будет предлагаться лишь с передним приводом, а в качестве задней подвески получить полузависимую балку. Ранее все Qashqai для России имели заднюю многорычажку, независимо от исполнения. За доплату же будет предлагаться турбированный мотор 1,33 литра, который в ближайшее время будет локализован силами автоваза. При этом, естественно, российская версия никакой версии мягкого гибрида иметь не будет. Сделано это по причине менее жёстких экологических стандартов нашей страны, а также из-за необходимости сделать машину более доступной для конечного потребителя. Qashqai с турбомотором будет оснащаться только вариатором, и будет доступен как в переднеприводном, так и полноприводном исполнениях. В Европе продажа нового Qashqai должна начаться в ближайшие несколько месяцев. В России же новый Qashqai появится либо в конце этого, либо в начале следующего года. Его производство будет локализовано на заводе Nissan под Санкт-Петербургом. На конвейер он встанет параллельно с новым поколением Nissan X-Trail и с построенным на той же платформе Mitsubishi Outlander последнего поколения, официальная премьера которого состоялась вчера. Все эти три кроссовера максимально унифицированы между собой. Цены, естественно, подрастут. В данный момент базовый Qashqai начинается от 1 459 000 рублей. За машину с базовым турбомотором, механикой и передним приводом. Новый Qashqai будет начинаться как минимум от 1 550 000. При этом у такой машины будет более простой атмосферный 1.6. Qashqai с турбомотором и вариатором будет не купить дешевле, чем за 1 850 000. А максимально нафаршированные версии нового кроссовера обойдутся приблизительно в 2 300 000 рублей. При этом, конечно, такая машина будет куда лучше оснащена, чем текущий топовый Qashqai. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам новый Nissan Qashqai, будете ли вы его ждать и планируете ли купить себе. У меня же на данный момент это вся информация о новинке. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей автопрома. У меня же на этом всё. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока.